Мультивитамины до 35 лет можно не пить, потому что организм у нас на гарантии находится лет 30-35. После 40 в любом случае нужно что-то пить. И это при условии, если человек ведет правильный образ жизни. Согласитесь, мало у кого это получается. По статистике у 70% жителей страны есть дефицит витаминов. Восполнить дефицит раз и навсегда не получится. Организм постоянно нуждается в микроэлементах. Это у нас витамин D. Доза по рекомендациям 2000, такая рабочая доза 5000 международных единиц в сутки. Но опять же, прежде чем давать витамин D, я всегда смотрю уровень витамина D в крови. Дальше омега-3. То есть мы не едим рыбу. Мы находимся в середине материка, рыба к нам приходит уже замороженная. Далее магний всем нужен всегда, потому что магний мы расходуем очень-очень много. Мы живем в стрессе, в хроническом стрессе все бесконечно. Вот эти три базы, то есть йод еще нам нужен, но тут нужно уже опять же анализ. Чтобы подойти к проблеме комплексно, врачи советуют начинать свой день с поливитаминов, которые содержат целый ряд микроэлементов. Также необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. А вот покупать свое или зарубежное, тут мнения специалистов разделяются. Но любой вариант будет лучше, чем совсем ничего. Когда говорят о том, что поливитамины противопоказаны или они могут нанести какой-то вред, я хочу сказать о том, чтобы они появились в аптеках. Это, конечно, абсолютно точно исследования, которые проводятся, прежде чем они попадают на прилавок. Поэтому любой комплексный поливитаминный препарат – это абсолютно оправданный подход к лечению таких гиповитаминозов. Тем более в сезон простуд. Важно еще то, что дефицит витамина в перспективе может привести к серьезным болезням. Болезнь береберия, когда тиамина не хватало, всем известная ЦНГ – это нехватка витамина ЦНГ. Но таких, скажем, ярких проявлений мы не видим. Но я вам хочу сказать о том, что у пожилых пациентов мы видим нехватку витамина группы В. Это так называемые полинеэропатии по типу перчаток и носок, снижение онемения. Витамины группы В – это хиелиты, так называемые заеды, когда возникают в уголках рта. Это абсолютно точно свидетельствует о нехватке витамина В. В любом случае, говорят врачи, витамины – это не панацея. Важно придерживаться базы. Восьмичасовой сон, сбалансированное питание, физическая нагрузка, хотя бы 10 тысяч шагов в день и никакого стресса, если это возможно. Когда ты используешь себя как гоночный автомобиль, то техосмотр у тебя должен быть как у гоночного, а не как у дедушки, когда он копейку раз в 10 лет перебрал ее и все. То есть от образа жизни тоже зависит. Если мы хотим брать от себя максимум, выполнять максимум, тело должно выдавать максимум, мозг должен выдавать какой-то, тогда мы должны, конечно, что-то делать. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.